Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. У нас сегодня с вами Синабоны. Рецепты я оставлю вам в инфобоксе. Приготовила их я сама. Правда, получилось не так круто, как получается у мамы. А рецепт мамины я обязательно вам оставлю, чтобы вы тоже могли себе приготовить. В общем, моя ошибка, как сказала мама, заключалась в том, что я не подождала, чтобы тесто хорошо поднялось. Сегодня у нас такой сладкий мукбанг. Для меня это завтрак. И вы знаете, вчерашняя ночь была худшая ночь в моей жизни. У меня болел зуб. Причем вроде мне полечили зуб. И он не должен болеть. Но у меня вся вот эта сторона ужасно болела. И я никак не могу понять, какой зуб именно болит. Напишите, пожалуйста, было ли у вас такое. Болит зуб, но непонятно какой. Ужасное ощущение. Ненавижу, когда болят зубы. У меня есть обезболивающий. Это любимое лекарство мое. Помогает моментально. Вот я сейчас жую, мне не больно. Но вечером начинается такая жуткая боль. Вкуснотища. Вчерашний день принес немножко неприятных новостей. У моего парня был друг, который умер от ковида. Прикиньте. Уже столько людей умирают. Я сейчас немножко поражаюсь людям, которые до сих пор категорически против прививок. Конечно, я не могу вас отговаривать или уговаривать. Это дело каждого. Но, например, я недавно узнала царство ему небесное. Хозяин канала Журуру он умер от коронавируса. Прикиньте. И так много таких примеров. Максим чуть не умерла. И даже когда ей в интервью задают вопрос «Сделала бы ли ты сейчас прививку?» Она все равно говорит «нет». Не знаю, конечно, кто прав из нас, но когда я сделала первую прививку, куча была негатива в комментариях, что «Почему ты сделал? Зачем тебе это надо? Непонятно что будет?» В общем, я очень рада, что я сделала прививку. Я никогда кувидом не болела. И слава богу. Но и хочу перенести эту болезнь легко. В общем, давайте не будем останавливаться на таких негативных моментах. Поотвечаю на вопросы. Ирина задает вопрос под прошлым видео. Ириночка, вам огромный привет. Айка, очень нравятся твои губы. Сколько миллилитров колола и когда последний раз колола? Что-то во влогах не вижу, как ты подкалываешь свои губы. Очень нравится форма. Скажи препарат и количество. Но препарат я вам точно не скажу на самом деле. Это будет лучше знать мой косметолог. Вот. А губы я не колола очень давно. Последний раз я их наверное колола где-то год назад. Да, ровно год. но почти год в ноябре я колола губы в последний раз. В последнее время я ничего не делаю со своим лицом. Мне нравятся губы в таком размере. Возможно чуть-чуть буду докалывать, но не сейчас. Сейчас хочу оставить все как есть. ну непонятно знаете я такой человек мне резко может взбрендить в голову что я хочу я хочу в общем у меня 2 миллилитра я колола два раза с интервалом наверное на полгода да в общем два раза но один миллилитр это немало обычно как делают по 0,5 колят но где-то каждые полгода так кстати лучше делать мне просто неохота каждый раз ехать на другой конец города я сразу говорю давай сразу один миллилитр часто еще спрашивают про цену но цена зависит от специалиста который будет вам делать эту процедуру от препарата и куча других факторов главный момент не делайте биополимер это гель который не рассасывается и он приводит в конце к комочкам мне нравятся любые процедуры обратимые например ресницы если что они выпадут и все губы ботекс не знаю скулы все это со временем рассасывается я никогда не скулы не углы джоли ничего не делала мне еще немножко кажется рановато надо как бы начинать это все делать мне кажется где-то с 30 а мне пока что нет 30 поэтому вкусно получилось я могу открыть свой бизнес в общем у меня есть одногруппница которая очень изменилась с помощью этих всех уколов и изменилась в лучшую сторону но здесь мне кажется самое главное не переборщить знать меру например я смотрю в инстаграме на девочку которая раньше была участницей дома 2 не буду называть имен в общем у нее огромные губы огромные скулы такой подбородок прям все все перебор ей постоянно пишут что это перебор и на самом деле это перебор но правда дело каждого нас с вами это не касается понятное дело и она всегда говорит в истории у вас просто нет денег вы завидуете мне если бы у вас была бы возможность вы бы сделали еще больше губы я думаю это в корне не так причем здесь возможности человек который хочет он по-любому найдет деньги на это но у каждого свое видение красоты мне кажется сейчас губы смотрятся очень даже натурально можно чуток добавить я вообще немножко помешана на таких вещах и моему парню очень не нравится это тебе же самое главное чтобы ты нравилась мне так вот мне такое не нравится на самом деле нет для меня не самое главное нравится своему молодому человеку я это делаю не для кого-то я это делаю чисто для себя чтобы я когда смотрю на себя на видео или смотрю в зеркало чтобы мне нравилось и некоторые вещи я думаю хорошо что я не сделала например перманентный макияж бровей это реально очень сильно добавляет возраст как и реснички мне в комментариях пишут что реснички добавляют тебе плюс где-то 7 лет я соглашусь мне тоже кажется с ресничками я выгляжу старше но ничего страшного но я искренне считаю что никого не надо слушать то же самое с одеждой вот я вам выкладывала влог где у нас был с мамой спор насчет того что мама говорит покупай дорогие вещи а я говорю что нет я хочу покупать кучу хлама шейном я почитала комментарии многие поддерживают маму но я с вами не согласна я считаю что это моя жизнь и мама вы не знаю парень родственники не должны вмешиваться в это возможно когда-то я пойму что зачем мне столько вещей в общем как-то так я наелась остался всего один он в меня не влазит всех люблю целую с вами Блайка Эмили пока